yamaha mid night star переделанная недавно я делал примерно такое же видео здесь будут дополнения здесь будут пояснения в отличие от предыдущего видео там я даже не знал какую какой же мотоцикл я делаю так давайте посмотрим сначала что было в оригинале этого мотоцикла в оригинале был чехол из достаточно хорошего кожи заменителя мягкого как видите ничего с ним за годы не произошло нигде он не порвался то есть достаточно качественно достаточно высоко качественно как была отработана серединка на заводе а на заводе все было приклеено на клей ребята поэтому чтобы повторить центральную часть я должен создать определенную форму винил это винил это кожа это кожа это совершенно разные материалы то есть извинила в принципе я мог бы бесшовно бы также бы сделать бы серединку отработать ее и также наклеить как на заводе но в том-то и суть что люди не хотят люди не хотят так сказать чтобы мотоцикл был скучным люди занимаются творчеством я уважаю творческих людей потому что я сам по натуре творческий человек внутренности примерно те же самое то есть сидение изменены примерно по той же схеме нарощен нарощен вот этот носик это сделано не мной это сделано заказчиком нарощен носик судя по всему для большей так сказать эргономики сидения чтобы было сидеть удобнее потому что оригинальная оригинально поролон видите где заканчивается да вот здесь он заканчивается судя по всему люди которые ездят на этих ямахах им не очень удобно сидеть то есть создается седалищное место под водителя я это сделать не могу потому что для этого нужен а мотоцикл б человек который будет ездить на этом мотоцикле и в куча времени чтобы это воссоздать потому что тут выше тут ниже тут уже тут шире это геморройное занятие поэтому это должны делать сами заказчики ну или соответственно в мастерских день будут переделывать тратить чужое время и так далее так далее так заднее сидение значит вот таким вот образом отработано тоже удлинено видите насколько никаких так сказать отработок болгарочка здесь не производилась как выглядит оригинальный чехол оригинальный чехол выглядит достаточно просто потому что заднее сидение она достаточно просто устроена как видите носик спускался просто на низ вот по этой линии и все это так сказать венчалась вот этой вот деталью я так понимаю что хотят мои заказчики сделать так чтобы было не как у всех здесь будет ремешок натянут он будет достаточно сильно у меня стропы такой нет если я найду стропу то я сделаю из своей стропы потому что у меня стропа я со стропой не работаю я сумки не шью и мотоциклы делаю постольку поскольку в основном моя работа автомобиле там стропа не используется вот сделаю вот этот ремешок если найду 20 здесь примерно 25 стропа то сделаю своей чуть-чуть подлиннее потому что в предыдущем заказе ребята натянули его достаточно проблематично потому что ремень крепится на свои посадочные места вот сюда под эти болты под эту рамку плюс они нарастили сантиметр плюс я воссоздам чуть больше чтобы была рельефность определенная у чехла ну и соответственно это все так сказать разопрет этот ремень то есть но он натягивается так значит сразу делаю как делаю до середины нахожу сейчас так сказать здесь по моему так сказать настойчивому желанию ребята сделали вот так достаточно так ступенчато не делали вот такой вот поворот потому что материал не сможет это повторить без полной приклейки а здесь приклейка не предусматривается сделали ступеньку сюда будет сделана утяжка как на предыдущем сидении но и все остальное в принципе тоже самое так что смотрите кому интересно кто не видел предыдущее видео посмотрите это это ямаха midnight star 1300 хотел сказать рублей 1300 тысяч рублей блин это много а ребята забыл забыл вот про эту штучку рассказать это спинка спинки не было в предыдущем ролике значит что здесь будет здесь спинка видите крепится к дуге вот отпечаток и и остался она сзади соответственно открытая немножечко она пострадала от эксплуатации я ее сделаю значит в такой же как вам сказать в такой же характер особенной от строчки серединки здесь тоже будет серединка примерно также острочно увидите чуть дальше соответственно от пистар не сохранится потому что здесь будет тот же дизайн в центре как и здесь как и там как и там во всех трех частях дизайн будет одинаковый от молнии я откажусь сделаю рулевым швом как он делается рулевой шов но имитация рулевого шва конечно здесь не руль будет вот но принцип рулевого шва да я думаю что всем моим зрителям известен я конечно рули раньше делал но потом от них отказался потому что это очень геморройная работа я не хочу я не люблю нервную работу потому что из трех человек 2 сидят над душой вот поэтому но их нафиг как говорится вот рули я имею ввиду не людей и рули но их нафиг эти рули так работать надо спокойно и получать от этого удовольствие так 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 Продолжение следует... 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 тоже это сделать, потому что я не знаю, как вот это место, кому нужно, не нужно, видно, не видно, но завод-изготовитель специально изготавливает вот эту вот заднюю часть, чтобы зафиксировать ее вот в этом месте, то есть, значит, это нужно, то есть, и, соответственно, в этом месте, а здесь по краю, да, здесь никаких проблем, то есть, я повторяю, вот эту вот заднюю часть, здесь она будет у меня сшита, дабы сэкономить материал, то есть, не надо, ее можно сделать, если у вас много лишнего материала, конечно, можно сделать и целиком, это вот такая вот деталь, деталь переднего сидения, вот, значит, заднее сидение у нас выглядит в том же стиле, как и переднее сидение, то есть, точно с такой же вот полосой, мы ее отработали на заднем сидении, я ее сделал, ну, как вам сказать, я ее подгоню сейчас где-то 32 миллиметра, и там, и там будет у меня примерно 32 миллиметра, значит, здесь, значит, имитируем, имитируем, здесь у меня будет нарублено, здесь будет нарублено полоса, полоса, бок, а, я вот про эту линию забыл сказать, вот здесь вот мне, вот здесь обязательно должна быть вот эта линия, по причине того, что здесь очень большой перепад высот, и вот эта вот форма, если приглядеться, она похожа, так сказать, на мячик, то есть, вот эко-кожей это сделать нельзя, потому что эко-кожа не сможет это сделать, не сможет сделать, потому что она обладает такими свойствами, что она не сможет вот таким вот образом раздуться, как вот эта вот деталь, видите, да, и вот по переподу высоты я специально положил шов, дабы компенсировать, значит, вот это расстояние, вот это и вот это, то есть это три совершенно разных длины, вот это более длинное, это короче, это короче, и когда я это всё распорю, вы заметите, что всё вот здесь будет серпообразное, не из-за того, что она у меня уходит в бок, а из-за того, что она ещё и выпуклая, то есть это надо тоже предусмотреть обязательно, на заднем сидении я такую же линию тоже предусмотрел, вот видите, здесь вот эта нижняя линия, она с заводом-изготовителем не предусмотрена, но на поролоне она отработана, она придаёт, так сказать, красоту сидения, но сидение-то, если напомню, было из винила, а винил это позволяет сделать, эко-кожа это не позволит сделать, потому что вот это расстояние больше, чем вот это расстояние, соответственно, здесь вот в этом месте будет куча складок, вот, кому нужны складки? мне не нужны, поэтому я предусмотрел вот этот шов, перед я отработал так же, как на заводе, низ я отработал так же, как на заводе, ну, здесь вы помните, да, что было нарощено материало, вот столько, соответственно, здесь форма была вот как поролон здесь устроен, по такому принципу и был устроен крой, а мне приходится удлинять его вот на такое вот количество материала, поэтому здесь всё переделывается, с этой стороны у меня просто будет прибавлен материал к крою на 25 мм, вот по зелёной линии, здесь шов будет выходить, подворачиваться, здесь всё нормально ложится, здесь я не буду ни класть никакой серп, как говорится, не буду класть, потому что здесь материал нормально ложится, здесь вот этим швом я компенсирую, и когда вот здесь я буду соединять два шва, я поступаю очень хитро, я вот этот шов, я его заворачиваю не по прямой, он у меня не будет являться продолжением по прямой, а он у меня завернёт немножечко сюда, вот так, вверх, тем самым вот эту часть он сузит материалы, тем самым мне легче будет его вот здесь вот укладывать. Так, и задняя спинка, спинка имеет вот такой вот внешний вид, значит, вверх, это я для себя пометил, чтобы понимать, где у меня здесь что будет, здесь будет нарублено тоже, так же, как и здесь, так же, как и здесь нарублено, значит, я решил, это здесь была молния у завода-изготовителя посередине-снизу, я вот здесь вот сделаю рулевой шов, ну, такой потайной даже его надо назвать, потайной шов, через который я должен засунуть вот эту несгибаемую поролоновую плиту вместе с металлом, то есть здесь как можно больше надо раскрыть. Но я думаю, что вот через это вот отверстие, так сказать, в эко-кожи, я думаю, что сюда всё это должно залезть, потому что всё-таки эко-кожа тянется, растянется, а потом я здесь это всё соединю, пропариваю, будет всё нормально смотреться. Вот как-то так. Сейчас я всё это разрезаю канцелярским ножом с минимальным утоплением в поролон и раскладываю по материалу. Время займёт это много. Где-то, я думаю, за часа полтора я раскрою, наверное, все детали. Это очень долгий процесс, потому что это необычное сидение, а здесь огромное количество деталей. Если кто смотрел мой предыдущий ролик примерно по этому же сидению, там несколько... По-моему, в предыдущем месяце я снимал подобное сидение. Вот. Там было видно, сколько там деталей. По-моему, что-то около 16 или 19 деталей на этих сидениях применяется. По-моему, это не бывает, но вот у нас забыли, да? А нас... Да, уже, конечно, не стернется, не стернется, а мы открываем шпинку. Ну, вот, смотрите, он такой. Даже два, три, я не знаю. Что-то, да, вот здесь звенит. А, да. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, 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 так. На это сиденье уходит метр десять эко-кожи. Меньше не получается. Смотрите, как я компактно всё расположил. Здесь около двадцати деталей. Вот представьте, каждую деталь надо вымерить, обрисовать. Сначала сделайте скотч, её нарисовать, поставить метки, перенести на эко-кожу, добавить под швы, добавить под пристрел к основе сидения, к пластмассовой основе сидения. И нигде не ошибиться, ребят. Фу. Так, значит, теперь я всё вырезаю. Центральные части разлиновываю. У меня центральных частей будет раз, два, ещё где-то одна. По-моему, вот эта вот деталь. Я их разлиновываю через пять сантиметров, делаю отстрочку. Вот такой вот ниточкой номер десять. Она больше бордовая, по-настоящему. В камере она кажется немножко красноватой. Но это цвет бордо в натуре. Точнее, в жизни. Так, значит, приклеиваю всё на десятый поролон. Будет всё красивенько, гладенько и чётенько. Нижние части, как вот эти вот, я буду клеить на пятёрочки. Вот эта пятёрочка, вот эта пятёрочка. То есть, всё, что уходит на обратную сторону сидения. Вот эта пятёрочка, вот эта пятёрочка, вот эта пятёрка, 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 вот эта пятёрка. Продолжение следует... 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 А ведь я угадал в количестве. Здесь ровно 20 деталей. Ну, не считая вот этого ремешочка, я его за деталь не считаю, я его сделаю потом отдельно. Нашел я стропу, точно такую же, 25-очку. Вот, сделаю на основе вот этой стропы, удлинюю ремешочек. Ну, чтобы ребятам было проще его потом зафиксировать, потому что фиксация ремешочка, это их проблема. Я не знаю, как они хотят в натяг, в ослаб, я не знаю как. Пусть сами фиксируют. Так, значит, теперь, 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 вот что теперь. Теперь имеется нить размер 10. Если кому-то что-то это говорит, кверх ногами. Ну, давайте покажу нормально. Значит, переставляю иголочку, сверху ставлю 160-ю. Наматываю на шпульку точно такую же нить, чтобы, не дай бог, где-то в каком-то месте ее не подвытянуло снизу, потому что здесь толщина хоть и хорошая, здесь усилена спанбондом, но все равно это непредсказуемо. Возьмет и вытянет. В общем, теперь я делаю отстрочку. Как делается отстрочка? Значит, здесь будет двойная строчка. Одна слева на 2 мм, другая справа на 2 мм. Сначала я рублю, как говорится, чтобы без кривизны эти части. Раз, два, эти это три части, где третья? Вот третья часть. Вот, соответственно, потом переворачиваю и делаю с другой стороны тоже отстрочку, чтобы получились две двойные расстоянием примерно через 5. Ну, центра будут через 5, а края будут чуть поменьше, наверное, где-то 4-4,5. Ну, ниточка, в общем, будет смотреться супер. Как говорится, поехали. Наматываю вручную, потому что у меня одна такая катушка такого цвета. Пару шпулек. Ну, в принципе, должно хватить. Пару шпулек. Продолжение следует... Пару шпулек. Пару шпуле. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...